Ужесточение наказания позволило существенно улучшить эффективность борьбы с наркотиками. Сегодня об этом шла речь на совещании у президента. На нем анализировали, какой результат получен после принятия декрета номер 6. В документе прописаны жесткие меры борьбы в отношении лиц, занимавшихся изготовлением, хранением и продажей наркотиков. Как следствие этого, в прошлом году число таких преступлений снизилось. Александр Лукашенко поручил не только продолжать начатое, но и доработать методы борьбы с наркотрафиком. Евгений Горин продолжит. Выбивать дури с производителей и распространителей наркотиков в белорусской милиции помог декрет номер 6. В народе его прозвали антинаркотическим. За два года действия документа обстановка заметно улучшилась. Впервые за трехлетний период преступления, связанные с одурманивающими веществами, уменьшились. Хождение психотропов упало более чем наполовину. К медикам стали реже, на 20% попадать пациенты с передозировкой. И смертей от нее стало меньше на треть. В этом году положительная динамика сохраняется. Требования главы государства не останавливаться на достигнутом. Мы приняли соответствующий декрет. И тогда было мое требование, чтобы мы, осужденным за наркопреступление, создали невыносимые условия пребывания в исправительственно-трудовых колониях. И я пообещал, что спустя некоторое время мы вернемся к рассмотрению этого вопроса на совещании в плане контроля. Вот предыстория сегодняшнего совещания. Тем не менее, должен сказать, что ситуация с наркопреступлением, незаконным оборотом наркотиков в нашей стране, настораживает. Я не буду говорить о том, что это беда не только для конкретных людей, конкретной семьи, это беда для нашего общества. За два года от передозировок умерло 80 человек. И, к сожалению, умирают люди не просто трудоспособного возраста, а молодежь, особенно так называемых спайсов. Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространения наркотиков действительно позволили переломить ситуацию на наиболее угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-под ног в вопросах изготовления зелья, в частности семян мака, поставлен заслон распространению спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Но, как я уже сказал, успокаиваться абсолютно не время. Рано еще. Наше государство не изолировано от остального мира и наркоугроза остается. Сейчас за сбыт психотропов можно сесть за решетку на 20 лет. Причем ответственность наступает уже с 14-летнего возраста. Осужденных за дурь ждет жесткий режим. Исправительная колония номер 13 – единственная колония особого режима в Беларуси. Здесь сидят особо опасные ретиривисты, осужденные на пожизненный срок, а также за наркотики. В колонии заключенные работают, занимаются металлой и деревообработкой, шьют, разделывают отходы металла. Средняя зарплата зэка – 370 тысяч в месяц. Если вы заметили, то подходы несколько разнятся. Почему? Даже последний закон об амнистии, который мы исполняли в 2015 году, как правило, этой категории осужденных мы отказываем. То есть подходы совершенно разные к тем, кто потребляет и тем, кто распространяет. Изменения законодательства, рекламентирующего интернет-сферу, создания в системе органов внутренних дел спецподразделений интернет-разведки, позволили максимально быстро блокировать основные ресурсы, через которые распространялись наркотики. За прошлый год пресечена работа 99 сетевых магазинов, торгующих одурманивающими веществами. Около полтысячи электронных серых кошельков заблокировано в течение одного только года. Через них прошло 1 миллион 300 тысяч долларов. Все условия созданы. Надо просто выполнять те задачи, которые определены директивой номер 6, те задачи, которые были поставлены главой государства, в том числе и по условиям содержания осужденных за преступления, связанные с незаконным оборудованием наркотиков. Преступный мир должен понимать, что за то, что связано с распространением наркотиков, с этим зельем, подход будет жесткий, как здесь, так и там, в местах решения свободы. Введение уголовной ответственности за наркотики в почтовых отправлениях тоже сыграло свою роль. В бандеролях и посылках шлют не только семена конопли, но даже кактусы и грибницы со спорами галлюциногенных грибов. Естественно, попытки создавать нарколабораторию в Беларуси не прекращаются. Но есть обнадеживающие цифры. Если в 2012 году закрыли 12 таких, то в 2015 почти вдвое меньше, 7. И это не милиция работает хуже, а наркотрафик уменьшается. За нарколабораторию срок лишения свободы повысили до 20 лет. После декрета номер 6 и семян мака стало меньше возиться в страну. Было в среднем 800 тонн, стало 245 тонн. Основное направление поступления наркотиков в Беларусь российское. Оттуда везут гашиш, марихуану, амфетамин и много чего другое. Главное, чтобы подешевле. Так наркоторговцы больше подсаживают клиентов. В 2015 в Беларуси выявлено 39 каналов зарубежных поставок наркотиков. Просто один маленький пример. Вот, допустим, сейчас Россия вела перечень стационных товаров, да, и перечень стран, которые запрещаются поступления товаров там различных. Пошли фрукты те же самые из Марокко. А Марокко – это страна, которая один из лидеров производства наркотиков. И понятно, что транзитом и через нас, в том числе, вместе с этими товарами, идут вот эти наркотики. Вот такие вот новшества появляются, как бы так. Поэтому тут надо очень работать и четко осединиться за все ситуации. Такие защиту, которые сегодня поставили на боли. Есть и прогноз дальнейшего развития наркоситуации в Беларуси. Республика транзитная, поэтому всегда будет на зовом счету у наркодилеров. Наибольшее опасение вызывают направления из России, Китая, Украины, Молдовы, Турции, Марокко и некоторых стран Евросоюза. Оттуда в плане наркотиков идут потенциальные риски. Ужесточение антинаркотического законодательства – это еще и профилактика. Человек, зная о жестком наказании, лишний раз задумается, стоит ли рисковать из-за минутного кайфа или денег огромным сроком жизни, который может пройти за решеткой.